В Красночитайском районе открылись после модернизации сразу три учреждения культуры и один школьный спортзал. На месте событий побывали мои коллеги. Клуб стоял 15 лет, простоял. Все те клозья, стены были развалены. В общем, никто не ходил, просто замок висел. Ну вот начали строить три года назад, ремонтировать капитально, а этот год был завершающим. Петеркинский дом культуры выиграл конкурс на субсидирование стоимости работ. Это порядка 900 тысяч рублей. Кроме того, сами сотрудники выполнили работы на 350 тысяч рублей. В ход шли все материалы. Из дома несли гвозди и доски. Но результат стоил таких усилий. Теперь здесь места хватит всем. Возможно, даже разместить почту. Также в Красночитайском районе состоялось открытие модернизированного из Пуханского сельского дома культуры. Здесь тоже проделана колоссальная работа по ремонту здания. Днем, зимой народу нечего делать. Приходят к нам, кто чего связал, кто чего сшил. И вместе обсуждаем, и шьем, и вяжем, и песни поем. Кто говорит, мы вот сегодня новое радио по телевизору, по радио новые песни услышали. Давай попробуем спеть. Вот у нас народ собирается, вот увлекается народ. А молодежь у нас молодежь молодец. Вот этот ремонт сделали, сделал молодежь. Как спонсорская помощь. Ничего не спросили, ничего не... Ну, красками купили сами нам, сельская администрация помогла. А покрасить, штукатурить молодежь. Это удалось сделать благодаря победе из Пуханского сельского дома культуры в конкурсном отборе для оснащения оборудованием за счет средств республиканского бюджета. Теперь в его арсенале новые сценические костюмы, звукоусилитель и другое современное оборудование. Для молодежи нужно, чтобы молодежь собрался в клуб, где кое-где не шатался, не ходил, чтобы играли, спортсалы есть имеется. Все рады, что модельный клуб открылся. Обновили и клуб в деревне Старая Атайи Красночитайского района. Теперь у жителей появилась возможность культурного отдыха в обновленных домах культуры. А в этой школе учатся самые спортивные дети Красночитайского района. На всероссийских соревнованиях они защищают честь не только своего района, но и республики и занимают призовые места. Для этих юных звездочек отремонтировали спортзал новоатайской школы. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.